Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины, то есть активный обман, так и умолчание об истине, то есть пассивный обман. В обоих случаях обман для жертвы сама передает свое имущество мошеннику. Имеется много различных видов, и сегодня мы рассмотрим вид мошенничества в интернете. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио. Я думаю, тема видосика уже ясна. Сегодня мы поговорим о мошенничестве. Гадкая вещь, гнилая на самом деле, но некоторые люди даже не боятся обманывать. В этом видосике мы поговорим о моей ситуации, как меня обманули на голдишку во время того, когда литейная клана Черной Горы была актуальна. Поговорим о ситуации, которая недавно была изложена человечком на стриме. Ну и также поговорим вообще в целом о различных каких-либо услугах, сайтиках и о какой-либо надобности вообще покупать какие-либо услуги. Просто выскажу свое мнение, и, быть может, ваше мировоззрение чуточку поменяется. Начнем же. Само собой, когда вы заходите в игру, у вас есть чатик, торговля город, поиск спутников. И в чатике очень много людей, которые пишут о предоставлении услуг. Поможем с прохождением ключа. Проведем в рейд. По завершению рейда вы получите определенное количество вещей. Продадим маунта с ласта. Вот эта надпись меня очень заинтересовала в Дреноре, в тот момент, когда была актуальна литейная клана Черной Горы. С Чернорука в максимальной сложности падал маунт. Как бы реально классный, реально хорошенький. И цена в целом была не особо большая. По меркам Дренора 500 тысяч это очень мало, потому что в тот момент я уже фармил с гарнизонов хорошее количество голды. Я пообщался с человечком, он дал свой скайп. Это уже была первая ошибка, я позже расскажу почему. Он дал свой скайп, мы с ним обсудили, все-все-все, все хорошо, добавились батлтаги, я передал всю голду до рейда, тоже ошибка. И он говорит, приходи через 30 минут, будет рейд, мы тебя заинвайтим. 30 минут прошло, скайп в черном списке, далее что там, батлтаг удален, человека нет в сети. Все, обман на 500 тысяч голды. Ну думаю, нужно писать техподдержку, быть может как-то в техподдержке разрули этот момент. Я написал техподдержку, а у меня говорят, ну знаете, мы вот техподдержка, мы не можем как-то рассуждать насчет вообще скринов, которые вы предоставляете с каких-либо сторонних программ. Нас интересует только переписка в игре, но окей, ладно, у вас есть переписка в игре, вы выслали скриншоты со скайпа, мы уж там поверим вам, человечка, который вас обманул, накажем, и голдишку вам вернем. Мы же все-таки техподдержка, мы должны помогать игрокам. Я вот эту фразу очень хорошо запомнил. Все, мне помогли, голдишку вернули, маунта там потом я сам уже в будущем дропнул как-то, не помню когда уже, и все. Потом мне никто ничего не писал насчет того, что вот там меня забанили из-за тебя, нет, таких сообщений не было, все окей в этом плане. То есть моя ситуация решилась очень легко, и что такое 500 тысяч голды? Ну, это не 3 тысячи рублей. Теперь мы плавно переходим к ситуации, которая случилась с человечком, который зашел ко мне на стрим вчера днем. Да, вчера был стрим, вчера я сидел, фармил кортию, нафармил вот уже шестой ранг, парагончик потихонечку фармлю. По классному все замечательно. А заходит человек на стрим, спрашивает, тебя когда-нибудь обманывали на деньги? Такой вопрос интересный. Я говорю, нет, никогда, потому что я не занимаюсь какими-либо финансовыми операциями в интернете. То есть максимум, что я делаю, это покупка игрового времени в ВОВе, покупка интернета, оплата интернета, и что еще? И покупка бергеров где-либо. Все. Окей, ладно, я покупал на eBay коллекционку Diablo в 2013 году, но там все нормально было. То есть коллекционка Diablo 3 у меня есть до сих пор. Коробочка эта сохранилась, и все нормально. То есть она дошла, хотя я отдал сумму тоже хорошую, 10 тысяч за доставку, за покупку. То есть теории туда тоже могли обмануть, ну все, было норм в целом. Я ответил то, что нет, меня никогда не обманывали, все окей. Он говорит, а я вот лоханулся. И давайте я его сейчас зачитаю сообщение прям слово в слово. Ну вот я сейчас повелся, как долбоеб. Пишет чел в общем чате, гер СГ, СГ это святилище господства, если что, 3К всего лишь. Я такой, ну почему бы и нет? Ачивка туда-сюда, скинул ссылку на сайт, там я оплатил. Чел тысячу и более раз сказал, что гарантии на киви-кассе. Я оплатил, в итоге меня кинули. Чел, с которым договаривался, кинул в ЧС. На сайте стучусь в поддержку, а им похуй. В общем, урок мне на всю жизнь. И это правда урок на всю жизнь. В целом, герои к святилище господства на текущий момент проносится очень легко, что я и сразу сказал. И такая покупка, она в целом ни к чему. Да и к тому же сумма маленькая. Кто поведет на текущий момент за три тысячи рублей полностью герои к святилища господства. Да, окей, прошло уже сколько у нас недель с момента открытия рейда? Неделя, это вторая. На текущий момент идет третья неделя героика к святилища господства. Ну, то есть, окей, кто-то, быть может, водит, но эта сумма, она, наверное, вдвое или втрое больше. Я не знаток этих цен, я не осуществляю эти услуги, мне это в целом неинтересно. Я играю с целью того, чтобы одеть своего персонажа, я могу сам спокойно проходить эти рейды и я не смотрю на цену каких-либо услуг. Намного интереснее получать все самому, получать различные ачивы самому, получать различный шмот самому, проходить рейды самому. И после всей этой ситуации я, конечно же, сделал вывод, к тому же еще после общения с этим человечком в чате стрима, то, что покупать какие-либо услуги в целом ни к чему. Покупать их можно только в тот момент, когда ты только вернулся в игру и ты как-то хочешь одеться, но покупать лучше за голдишку, потому что за голдишку можно, за рубли нельзя. Если вы хотите с кем-то пообщаться насчет покупки, то нужно делать это в чатике игры, чтобы потом предъявить абсолютно все техподдержке. Какое-то такое решение могу предложить. Что еще? Ну, не покупать эти услуги, само собой, как уже было сказано ранее, наверное, самому будет все интереснее получить, а иначе зачем мы играем в эту игру? Мы играем в игру, чтобы получать от нее удовольствие. Окей, но мне кажется, получение максимального удовольствия идет в тот момент, когда ты получаешь все сам абсолютно. Конечно, кто-то тебе может помочь с получением чего-либо, но отдавать за это реальные деньжища, я думаю, ни к чему. Галдишка, окей, какой-то микро-подарок, окей, но на текущий момент моя логика такая. Отыграл я эту игру уже почти 11 лет, и думаю, мое мнение может быть в этом вопросе довольно-таки резонным. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok